что это друзья приветствую вас меня по-прежнему за отбегая фалик я по-прежнему по боксу тренер стыдно перед вами чувство очень много вопросов очень много претензий у вас накопилось но что вы так сразу нормально же общались чего начинает как вы уже поняли у меня сегодня тренировка с серегой honda но пока он как всегда опаздывает я считаю нужным и обязанным ответить вам ваши вопросы первый из которых почему месяц меня не было на канале почему не снимались выпуски но как вы знаете я снимаюсь и в еще одном социальном канале за братья и в связи в связи со съемками мы ездили снимали по другим городам очень много перелетов и мне просто тупо не было на это время отменил даже большое количество тренировок из-за этих съемок но теперь я исправляюсь больше такого не будет ну как не будет за исключением того что на момент просмотра этого видео если вы сейчас смотрите это видео значит я сейчас уже нахожусь в соединенных штатах америки улетел туда на повышение тренерской квалификации соответственно за всеми моими передвижениями следите в моем инстаграме там все буду выкладывать все рассказывать о том как проходит мое время какие действия я совершаю и предпринимаю в америке соответственно приеду приеду оттуда уже начнем полноценно снимать регулярно все выпуски будем делать это более циклично каждый понедельник как и раньше но он просто сейчас вот так друзья просите не обессудьте не забил но к сожалению просто не было времени второй вопрос очень часто вы спрашиваете по поводу фильма по поводу моего фильма действительно я много раз уже говорил о премьерах и о всем подобном но вы поймите что зависит тоже не от меня не я сам снял про себя этот фильм и как мне говорят ту информацию которую передают мне я передаю вам за что купил зато продал поэтому сейчас я больше говорить ничего не буду тем более я уезжаю тем более я уже в америке и сейчас я там тоже буду снимать какие-то вещи возможно там получится что-то подснять и для канала для выпусков и и для фильма поэтому опять же обещать ничего не буду но в этом году постараюсь сделать это точно сегодня у нас тренировка с серёгой honda сейчас он как я уже говорил опаздывает сейчас он придет и мы начнем друзья вот так вот друзья сергей хандошка ждем тебя уже 30 минут пока его жду даже спортом приходится заниматься instagram полистаю пока посмотрю сколько лайков подписчиков google зайду посмотрю что нового в мире происходит представлю что это honda honda сюда опаздывайся что-то опаздывайся на тренировку на тренировку опаздывайся на тебя прием с ума схожу honda ты где чувак я конечно понимаю что такого бойца как ты можно ждать вечно конечно я подожду о я знаю что я поделаю пока его нет снимаешь давай на вопросы поотвечаю просто зайду и первое вопрос из сотни просто настолько скучно что решил отвечать мы просто любое не знаю но алексей слязевский special for you привет олег подскажи пожалуйста как безопаснее при боковом ударе держать кулак кружкой или горизонтально алексей правильного понятия на эту тему нет кому как удобно главное чтобы удар приходился на две вот эти косточки то есть кому-то удобно бить кружкой а буду вот так вот накидывать лично мне удобно именно вот разворачивать вот так боковой бить именно вот в таком положении поэтому потому что honda опаздывает я ответил на твой вопрос скажи спасибо сергею хандошка дальше алик приветствую какая будет стоимость рекламы на канале youtube coach алик магазин дисконт вот уже бесплатно дядь бесплатно магазин дисконт все ничего не надо мне денег не надо кайфую все для тебя алик добавь друзья пожалуйста я твой ярый фанат пожалуйста добавляю тебя в друзья алик у вас платная консультация по поводу качалки но по мне видно что я качок я тренер по боксу нет консультация бесплатная качайся и все будет хорошо алик добрый день хотел бы задать пару вопросов есть опыт раскрутки фан-клуба боксеров актуально это думаю что нет думаю что думаю что я сам могу раскрутить твой фан-клуб дальше разбери разбери технику сергея ковалева джека демпси джон л саллива какой разброс у вас обязательно когда-нибудь все разберу и всех разберу и тебя тоже разберу всех разберу и очень обаяние спасибо девчонок стакает пищу дайкой вы же мои красавицы спасибо вам огромное привет алик ты смотрел бой головкина твое мнение про бой как он тебе вообще как боец мирового класса друзья вы этот вопрос зададите любому боксеру любой боксер ответит головкин великий боец дай бог ему здоровья я здесь ничего нового не придумал здравствуй алик подпишись пожалуйста на мой паблик я продвигаю этот паблик это вам даст бесплатный трафик на канал а красавчик да мне безусловно безумно важно жизненно важно иметь бесплатный трафик на канал спасибо алик и от души за выпуски куча алик и забрать а хейтерам здоровья право быстро право ты знаешь ты очень правильно сказал всем хейтерам здоровья максим дягилев отправил видеозапись максим дягилев это вот человек который сейчас держит камеру мой доблестный оператор лишь до тебя дошел продается эта картина с росписью флойда мэйвезера возможно сотрудничество по ее продаже спасибо брат у меня есть бейсболка которую мой вызов мне лично подарил поэтому думаю что я проживу без картины добрый день можно ли будет сделать как-нибудь выпуск про то как учат двигать ногами любительском боксе то есть подворот ноги подворот ног для удара делаешь при каждом ударе подкрутку ноги нужно ли это вообще интересный вопрос отвечу на него прямо сейчас виталий банников виталь но безусловно базу нужно учить именно по школе именно по правилам бокса то есть именно опусти камеру пожалуйста подворачивать ногу когда ты обучаешься этому надо быть так как правильно понимаете это называется по книжке конечно же в ринге ты по книжке бить просто физически не сможешь у тебя на это не будет ни времени и скорости чтобы именно вам 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 вырисовывать каждый удар такого конечно же не будет но чем больше ты будешь обладать этим навыком тем проще тебе будет это все даваться в ринге я надеюсь что я хоть капельку тебе помог виталик едем дальше уже 40 минут honda не гайф алик категорически приветствую смотрю все твои выпуски очень увлекательно полезно и с юмором что немаловажно мне очень нравится музыка в твоих выпусках можно было бы как-нибудь сделать пост треками этими или список их увидеть как-нибудь хочу на телефонах заранее спасибо и уважение тебе артур крючков кстати я уже год хочу ответить на этот вопрос просто тупо забываю ребят на боксер ссоре смотрите прямо сейчас давайте закрываем вопрос касаемо музыки вся музыка которая на моем канале мне ее пишут мои друзья звуковики режиссеры на студии и эта музыка она как бы ну и и физически не существует ее как бы придумали мне скинули я ее выложил и все и она куда-то потерялась у нее нет названия это биты это как бы ну я особо в этом не шарю но мне эту музыку делают на студии это делается для того чтобы просто мне не забанили на канале вы сами все это знаете так что давайте вот мне просто очень часто приходит вот эти вопросы на тему выложить свой плейлист никакого плейлиста нет я в этом вообще не шарю ребят чтобы понимали я свои выпуски не монтирую я не блогер я обычный тренер за меня все это делают очень умные специальные обычные люди привет если будет желание время сделай пожалуйста выпуск про shoulder roll свое отношение к технике лучшее представление на твой взгляд понятно что за 7 минут никакого shoulder roll не научить но хотя бы несколько советов по исполнению спасибо друзья сегодня просто ваш день я в одном выпуске сегодня отвечая на все вопросы что такое shoulder roll это то чем безусловно классно и качественно обладает флойд мэйвэйзер вы посмотрите вы посмотрите да сергей ну я как бы уже 40 минут на месте брат конечно же я тебя жду ну неужели он приехал и так друзья пару слов о фолдер ролл то чем опять же повторюсь великолепно обладает свой смейлазер это те эта техника этот стиль подойдет не каждому я не советую на этом зацикливается больше изучайте базовую защиту shoulder roll это вот мэйвэйзер он развернут практически полностью и при каждом ударе он блокирует все ударе плечом блоком локтем локтем но это надо чувствовать это надо видеть все эти удары чтобы очень грамотно быстро уворачиваться и вертеться посмотрите ниже мои выпуски про защиту там я об этом частично рассказываю пока фонда поднимется пока переоденится отвечу еще на несколько ваших вопрос алик привет я посмотрел первый выпуск честно говоря во всем виноват монтаж я могу помочь вам с этим интересно если хочешь скинь не исходники на 7 8 ну короче долго спасибо вам огромное у меня есть мой друг максим который сейчас держит эту камеру он прекрасно снимает прекрасно монтирует кстати макса давай за еще давай возьмем про пиарим твой твой вконтакт не надо вот это уровень и первый человек который отказался чтобы я пропиаривал по instagram или вконтакте смотри сам где больше я тебе не предложу привет али хороший выпуск получился можете дать номер или сайт как выйти на контакт с теми кто организовывает этот отдых в карелии а это уже по каналу забрать и я извиняюсь соломия роузи добрый вечер очень интересное мнение отношения к восточным единоборствам таких как кунг-фу или каратэ к ударам брюса ли рукой что-то в этом есть когда ломает доски кирпичи и т.д тушки я вообще к любому спорту к любым видам единоборств отношусь с огромным уважением а вот и хонда кстати друзья обратите внимание какой классный зал я нашел зал называется октябрь находится на территории красного октября теперь я кстати базируясь здесь кто хочет меня найти ищите меня здесь крутой рабочий я бы даже сказал профессиональный зал смотрите ну просто просто такой знаете в американском стиле я такие видел только в америке очень классный зал он наверно в туалете лично сейчас видит оттуда надеюсь он выйдет ли голый подождали его 50 минут в чем проблема подождать минуту еще вот он друзья 50 минут мы ждем этого спортсмена и встретили его где в туалете очень рад тебя видеть брат я уже сам потренировался я уже ответил на все вопросы наших подписчиков уже многое рассказала о тебе поэтому старина теперь вот только ждем и когда ты берешь ты всегда нужен ждем когда ты переоденешься и встречаемся в зале погнали друзья итак друзья совершилось наконец-то серега хонда доехал до нас серега брат приветствую тебя еще раз старина 100 лет 100 зим как дела рассказывай все хорошо да знаю что у тебя бой буквально через неделю до настоящей неделе что за соперник австралии с хорошей экспозиции ударник соответственно мой проходит в рамках и себе где-то вот последнее время и выступает правильно на турнире себе 48 реванш отличный карта отличные бои на самом деле куча вопросов к тебе есть и вообще что обсудить есть о чем поговорить основная сегодняшняя тема друзья как вы уже прочитали в названии это весогонка как профессионалы гоняют вес вы очень много кстати в течение года задавали мне этот вопрос объясню почему я на него не отвечал потому что я конечно же знаю как это делать но сам я этого не делал никогда и намного лучше об этом расскажет серега который постоянно перед каждым боем делает это ремесло серега поработаем на лапах с тобой процессе и ты как раз таки расскажешь именно об этой самой весогонки погнали на ринг друзья итак серег год назад я как-то помогал тебе готовится к моему очередному бою который не состоялся там по причине заболел соперник соперник или ты заболел ты заболел да и что-то мы короче там все заболели да было много каких-то недочетов которые посмотрев твои последние бои я понял что ты их устранил поэтому предлагаю просто поработать над короткими сериями на лапах в процессе и поболтаем еще и веса гонки погнали двигаться серега джек жёстче да двойной джек если к сторону бишь чуть прими и забирай быстрее его да и правый прямой вот молодец только я на тебя и ты бам-бам да мне встречает да серег слушай по поводу веса ответь пожалуйста моим доблестным подписчикам зачем нужно гонять вес для чего это делает какой вес нужно гонять то есть допустим я знаю что тот же хабиб нурмагомедов гоняет до 20 килограмм расскажи вообще вот самого нуля детским языком зачем это делается для чего ну весогонка вообще по идее все говорят очень вредно да но в нашем спорте полезного нет ничего согласен поэтому если это делать все грамотно с консультациями врачей дисциплинированно то это в принципе проходит минимальным вредом для организма вот зачем для того чтобы попасть в комфортно для себя весовой категории потому что гоняют все да если мы не будем гонять но мало людей кто не гоняет на но с другой стороны все индивидуально кого-то 5 килограмм согнать это проблема для кого-то 20 килограмм не проблема поэтому не надо гнаться за другими надо знать свой организм вообще надо гонять потому что в межсезонье у нас всех привычка есть кушать нарушать режим долги речи все около сопротив поэтому если будем браться в это весе мы стираем свою скорость маневренность вот и свои кондиции поэтому гонять надо но надо гонять разумных мерах и служит у организм если мы чувствуем все уже лишние пошли килограмм оставляем просто работая над физикой чтобы это весело были сильнее пример у меня будет моих 75 килограммах через два месяца зачем мне его гонять нужно ли это делать почему я не могу просто остаться в своем весе и тренироваться своим ну я скажу по весе всеми сказать и ворота дай медра 75 в боксе там может быть даже если чуть легче весит и быстрее будешь в ммм и же сможет перекрыть борец сильный который тебя схватит переведет и все равно вот эти килограммы скажутся особенно если уровень борьбы одинаковый но 5 килограмм 7 килограмм разница она очень почувствуется каждый килограмм будете чувствовать в одном из таких боев я на бой вышел 81 она соперник 88 90 когда мы партой оказались я подумал что на меня два человека легли он еще судья после извешивания всегда человек набирает там минимум 57 там как угодно какой тонкий вопрос на самом деле есть успешные бойцы которые мало гоняют есть которые много не то же самое хабиб гоняет ну вот как двадцатку сарнацкий корешков шлеменко да отличные бойцы но они гоняют по минимуму там 5 7 килограмм максимум вот тут надо найти свою золотую середину просто надо чувствовать свой организм уклон уклон шагом до соскок то есть получать не 3 вам вам ты меняешь угол отсюда уже то есть получается приставной шаг обычно вот надо это делать уклон уклон да и отсюда можно уже снизу лег очень важно ты левша но подожди ты же всегда в правше стоит серега объясню почему очень важно приземляться на определенную точку если при смене угла ты находишься в зоне моего видения я уже могу от тебя оттянуться или что поэтому нужно все время быть над соперником если я делаю соскок бабам оп я вот здесь уже и не даете времени просто даже подумать понимаешь я все время над тобой да и глубже соскакивай еще больше сейчас все правильно сделал только туда глубже еще попробуй дальше да отсюда накинь еще сразу же сверху серег виш ноги стоять тоже самое серег не сты сейчас ты не сделать как бы ты угол особо не поменял тебе зайти за спину надо ну что ты опять же здесь в зоне моего видения и так серег следующий у меня вопрос тебе технически с чего начинается веса гонка с помощью чего ты это делаешь какие объемы воды сколько надо ходить в туалет изначально вообще сгонка надо все зависит от вашего как вес вес уходит потому что для кого-то 5 килограммов за день у тебя у кого-то за каждый грамм он будет драться поэтому попробовав уже несколько разгонки у должны понимать вообще идеально за месяц надо убрать сладкое и мучное так начинаем все подготавливаться в организм к воде это 4 6 8 8 4 2 0 перед взвешиванием за сутки вообще ничего не пьем этим самым приучаем организм много воды пить много ее обратно все выводить а когда уже последний вода убирается в организм все равно по привычке выводит всю вашу лишнюю воду и главное очень распространена ошибка я кстати много раз видел когда люди на взвешивании после взвешивания от жадности начинает напиваться водой расскажи серёг почему так делать нельзя почему надо после взвешивания сделать это прям по чуть-чуть и аккуратно правильно ну я не могу сказать что нельзя прям взять и упиться там чем пиваться ничего не делал потому что в вас не было воды ворота это плохо и даже не знаю там фильм про пустыню смотрел что много не пили нельзя много сразу пить потому что плохо будет желудком но постепенно да но сейчас надо убивать первые не больше литра вот так за час серёг но знаю одну вещь что ты очень добрый человек за что тебя безумно уважаю знаете хочу выделить такие качества вот они есть у серёги есть у нашего с серёгой друга никита крылов никитка передаем тебе привет да ребята знаете вот какое какое как правило впечатление о бойце смешанных единоборств то есть они все такие как бы знаешь такие грубые такие но это по крайней мере такие впечатления создают поломанные уши да то есть все таки вот никиту вообще не тренировал достаточно много с серёгой тоже имел возможность работать знаете это очень круто я вот всем спортсменам рекомендую налаживать свой психологический стержень именно вот так как это делают эти ребята потому что вот доброта позитив я считаю вообще серёг это неотъемлемая часть каких-то жизненных высот у серёги даже статусе подсапе такой смайлик стоит сегодня видео я очень долго смеется добрый добрый смайли ребят смотрите их интервью смотрите то о чем они говорят вы у меня часто спрашиваете каким должен быть боец какие книги нужно читать ребята очень много об этом рассказывают заходите на их инстаграм и подписывайтесь следить за этими ребятами это гордость нашей страны не побоюсь этого слова серёг спасибо тебе за эту тему я тебя все равно еще не отпускаю мне еще к тебе есть вопросы не могу не спросить про это просто фантастически феноменальный будет ты не представляешь как я прыгал скакал и радовался когда увидел как-то каутировал это последний или предпоследний будет крайний бой с маурисио мачадо во первых посмотрите как это было друзья скажите по моему это просто невероятно серёг у меня сразу вопрос скажи честно ты выбросил твой лоу это был рефлекс расскажи как это все было что я прям видел и четко встретил но по глазам я видел что он сейчас пойдет хочет многие давайте очень хочет пройти в ноги там прям было написано все на глазах и ударил получается угадал просто немножко переделал расскажи я знаю что у тебя вроде как такого нокаута еще не было за такой короткий срок по моему вообще рекорд и себе у нас было такое два пяти секундных нокаута вот мы в одно время с и драгим чужега и сберкал бокового выключил я вот с ноги ты все закончил я просто лишь тебя наградили такой скоропостижной победой не побоюсь сказать что вот ты никитка крылов являетесь для меня как бы особыми бойцами нашей страны я безумно всегда за вас болею всегда переживая очень горд и рад тому что периодически с вами работаю это очень здорово я желаю тебе огромных побед спасибо тебе за то что ты посетил на выпуск и кстати друзья вот что я хотел еще вам сказать серега снялся в моем фильме коуча лик на тему которую мне очень давно уже мучите мы там тренируем здесь серега рассказывает о наших взаимоотношениях о своих тренировках поэтому ждите этот фильм теперь в два раза больше 3 кстати он уже на готове я обязательно тебя приглашу на премьеру будет закрытый показывать обязательно приглашу спасибо что ты там принял участие всегда меня поддерживали старина для серега сергей хандошка серега honda был в нашей программе давайте болеть за него держать за него пальцы на каком канале будет транслируется матч поезд мать тв друзья всей страной держим пальцы болеем за фонду фонда вперед с вами убегая фалик сергей хандошка всем пока занимайтесь спортом у